Тонко полукольцами одну луковицу Можно, между прочим, и не полукольцами, а какими-нибудь кубиками Как нравится, нам в данном случае очень важен вкус лука Лука такого жареного, золотистого, сейчас мы его будем доводить до золотистого цвета Палочку сельдерея, но не всю А вот вообще кролик с сельдереем, ну вот эту возьму Кролик с сельдереем замечательно сочетается Все-таки у мяса кролика, мне кажется, есть такой вкус, ну вот дичи какой-то, да Вот он какой-то такой необычный, не очень нежный, я бы сказала, но в хорошем смысле, понимаешь Он не такой несговорчивый, и далеко не с каждой травкой, не с каждым овощем и фруктом он будет хорошо работать Но вот сельдерей все-таки в его компанию попадает Итак, чуть-чуть сельдерея, раздавленная долька чеснока Ты знаешь, должна признаться тебе, к своему великому, может быть, даже стыду только что выяснила Что чеснок, оказывается, ни в коем случае нельзя давить чеснокодавкой От этого у чеснока, вообще чеснок почему-то очень сильно обижается на чеснокодавку И у него получается, вот все его отрицательные качества вылезают наверх То есть вот резкий, резкая горечь, резкий запах А положительное все как-то глушится и становится незаметным, понимаешь И вот этот вот даже нежный у молодого чеснока запах, он превращается в какую-то ядовитость И оказывается, что настоящие повара ни в коем случае не позволяют себе пользоваться чеснокодавкой Так что я даже слышала, что кто-то сказал, что это самое ужасное изобретение, которое есть на кухне, это чеснокодавка Так что я перестала пользоваться чеснокодавками Ну и при том, так, столовая ложка сливочного масла, столовая ложка оливкового масла Отправляем лук, чеснок и сельдерей Теперь наша задача все это как следует зазолотить Кстати, сюда же бекон Мне достаточно вполне вот этих двух полосочек, да? Если ты любишь, и у тебя в семье любят и обожают бекон во всех видах, жареных, я не знаю Так просто сырым, с яичницей на хлеб То можно добавить больше, от этого это все абсолютно личные как бы пристрастия Теперь, что касается кролика Наше мясо порезано на небольшие кусочки И наш лук просто не может дождаться Когда это мясо к нему присоединится Буквально 2 секунды Так, ну вот, отправляю сюда мелко нарезанное мясо Запахи, а? Фантастические Да Тимьян Вот так вот снимаешь листочки А веточки у тебя остаются в руках Нам нужны здесь только листочки А заодно, когда у тебя происходит вот такое соприкосновение листочков тимьяна с рукой Знаешь, как растирают листочки То они сразу начинают благоухать сильнее Интенсивнее Отдавать свой аромат Кролик должен обжариться, я бы сказала С помощью маслица, которая здесь есть, бекончика Кролик тоже должен стать таким слегка-слегка золотистым Ну, совсем слегка Что касается того, солить или не солить мясо Понимаешь, все-таки я думаю, что правда есть И у тех поваров, которые считают, что не солить И у тех, что солить Иначе бы споров не было Если бы было абсолютно однозначно не солить То никто бы не солил То же самое с перцем Вот совсем немножко понятно, что это будут есть дети Но совсем-совсем чуть-чуть черного перца Или смесь перцев Или, может быть, белого перца Знаешь, чтобы не пугать детей присутствием черных Но вот это вот просто буквально, это получается три зернышка Они, естественно, никакой остроты не дадут Но аромат все-таки от этого у всего блюда становится лучше, интересней Я сказала, что буду кормить детей, а добавляю красное вино От 50 до 100 миллилитров Я тебе скажу В данном случае весь алкоголь из него выпарится Останется только этот неповторимый вкус Вообще мясо, тушеное в красном вине Любое, говядина, телятина Вот в данном случае кроли, куропатки Это все только выигрывает Сразу аромат пошел И вот сейчас алкоголь весь выпарится А останется только потрясающий этот вкус винограда Понимаешь, натуральный продукт И вот как только я добавила вино Остался еще рецепт французский А французы очень любят такого рода Соусы Сюда добавляю одну столовую ложку муки с горкой Добавляю вот так, рассыпаю И начинаю очень-очень активно мешать Для того, чтобы соус чуть-чуть прихватился, загустел Но теперь воды нужно добавить ровно столько Чтобы все мясо у тебя было хорошо покрыто водой Я думаю, что минимум на такое количество мяса Тебе нужно где-то пол-литра горячей воды Или там горячего бульона И что я делаю дальше? Дальше я оставляю на медленном огне Под крышкой обязательно Томится этот соус где-то в течение часа И соус у нас уже должен был увариться До того состояния, которое мне нужно Оп-ля Ох Осторожно Вот, посмотри Вот теперь Можно его выварить немножко Либо добавить, если у тебя он слишком густой Добавить немножко кипятка Или там, если ты варишь на бульоне, бульона Соус практически уже готов Вот уже можно его дальше не накрывать крышкой А самое главное, посмотри Видно, что кусочки мяса стали нежными Видишь, они разваливаются Вот, даже под лопаткой Так что все в порядке Здесь все замечательно Теперь вода кипит Как мы с тобой договорились Мы теперь в исключительно редких случаях Добавляем оливковое масло в воду, где варятся макароны Потому что, если мы добавляем оливковое масло Тогда макароны теряют свою способность впитывать соус Их обволакивает оливковое масло, в котором они варятся Понимаешь? И мне это сказал один повар в Италии Я была удивлена Вот век живи, век учись Что, оказывается, хитрые повара редко добавляют Именно в том случае, если им нужно подчеркнуть структуры макарон отдельно От заправки, от соуса Тогда добавляется оливковое масло в воду, в которой они варятся А если нужно, чтобы все это пропиталось И было таким, знаешь, однородным То ни в коем случае Соль, да, оливковое масло нет Итак, вот вода закипела Кипящую воду Щепотку соли небольшую Ну и макарон я добавлю где-то грамм 200 Пол пачки на всю мою ораву Натереть немножко Просто, чтобы оттенить вкус пармезана Чуть-чуть Грамм, я не знаю, 25-30 Вообще, у меня дома пармезан очень любят В общем, натрите столько, сколько тебе не жалко Поэтому вот такая горка натертого пармезана Это я приготовила для макарон Соус вообще по-разному Можно соус подавать отдельно Подать горячие макароны вот так вот Присыпать их пармезаном И подать соус отдельно в миске Тогда каждый себе добавит сколько хочет Но так как каждый у меня, в принципе Это мой сын Петр Ты, я Ну еще, может быть, кто-нибудь на огонек забежит То, в принципе, я буду подавать сразу перемешанные макароны эти с соусом Главное, макароны не переварить Оставить аль денте Я поняла В данном случае мне водичка не нужна Потому что соус очень богатый Поэтому я выливаю сразу всю воду Так Прямо в сковороду с соусом Вправляешь макароны Оп-ля Как следует позволяешь им пропитаться соусом Ой, какие ароматы чувствуешь Получается такое, я бы сказала Волнистые тольятели С рагу из кролика Что-нибудь в этом духе Так Теперь Отправляешь все это в глубокую какую-нибудь Вот такую посудину Ни капельки не оставляешь Потому что это все так вкусно Присыпаешь Парочкой Веточек свежего тимьяна И для цвета, и для запаха Благоухание, благоухание Еще я тебе скажу Если бы я кормила только взрослых Я бы добавила, что, может быть, немножко перца чили А так как будут есть и дети То можно и без этого обойтись Тут, в принципе, и так хватает всяких вкусных ароматов Ой Ну вот И все Эта радость у меня есть Смотри, какая Специальная ложка для макарон Так что Мы готовы Все День сегодня удался Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...